И они нашли большая черная стрекоза, у нас есть синяя, желтая, но черных нет, но это черная. А один шел и говорит, а он черная стрекоза, а другой подошел и взял, а этому не надо было. Но когда этот стал ее в большой коробочке показывать, тот говорит, ну я же ее нашел. Он говорит, ну ты же ее не взял. И они ко мне идут разрешить, это спор. Конечно, не мне тут с бородой, но я занимаюсь ими. Так, хозяин ее тот, кто ее подобрал. Но если попросят, то ты ему покажешь. Все, я их разрешил в спорте, теперь они опять вместе. Каждое дело я должен вникнуть и посмотреть. Для него это очень важно. Так точно и в семейной жизни, и в государственной. Мы нигде не перешагиваем Российскую Конституцию, нигде. Наши пути не пересекаются, нас сразу задавят. И газеты, и прочее. Что мы, ну, во-первых, я знаю, чем это, какими конкретными последствиями. А вы можете обратиться в милицию, а милиция скажет, что статья Конституции глазит, каждый может поселяться в том месте, которое ему нравится. Ну, ведь есть пределы, которые мы уже, Конституция, если, по сути, сегодняшний день, власть придержащая, как правильно называется, власть придержащая, они, по сути, гонят опор Россию государственного антихриста. Я понимаю, в том, что приближает нас к антихриста, мы не имеем права добровольно, не имеем права участвовать в этом. Не участвовать, не одобрять, и в то же время тут нужно найти вот такой баланс равновесия. Вот мы не нарушаем Конституцию, в то же время везде действуют наши правила. У нас свой христианский устав, во всем. Даже, чтобы собаки не лаяли. У нас собаки не лают, только когда хозяин в адвор войдет. Скотина, чтобы не болталась, руки мазутные там не были. То есть до мелочи все указано, нигде ничего не жечь. Это нигде не противоречит Конституции. Но у других ничего этого нет. У нас правило. Чужой появился, подойди спроси кто, что ему нужно. Вся деревья, как одна семья. У нас правила оговорены, но они нигде не противоречат Конституции. Нигде. Как в Штатах в Америке. В каждом Штате свои правила, но они не должны противоречить общей Конституции Соединенных Штатов. Это абсолютный закон. Да иначе какое это будет государство. Я могу дом красить в любую краску, но я не могу ставить его поперек дороги. Не могу. Я должен с архитектурным отделом. Ну а даже нам придется войти в противоречие с так называемой Конституцией, когда это уже пойдет, когда речь идет уже о конкретных, установлении конкретных... Ну, печать принять, допустим. И тут мы умираем. Мы умираем за Христа и все. У нас выхода никакого нет. Я остаюсь верным Христу и захожу. Не захожу. Никаких уступов, никаких компромиссов быть не может. Я христианин. И на этом все. И житие святого эпиктета я беру в основу. Они договорились с учеником. Давай, Бог спрашивает, что мы будем отмечать. Я христианин. Они говорят, где живете? Он говорит, я христианин. Ну и дальше, а где работаешь? Я христианин. Ну так и казнили их. А вот еще, в Апокалипсисе сказано, что тот, кто поклонится имени его, или примет печать антигрестового, или поклонится имени его, будет пить вино ярости гнева Божия. Все-таки, вот, не означает ли это, что проблема, то есть, вернее, исповедование начинается еще задолго до печати антигрестового? То есть, вот... За три с половиной года, не задолго совсем. А он семь лет будет царствовать. Три с половиной года подготовительное, трех старей победит, а потом три с половиной года мирового владышества. Недолго. Это все правильно сказали? Но ведь, по сути, ну, строго говоря, ИНН, который там штампует, кстати, имеется в налоговом, в номере, это уже, ведь, это уже и номер, там, в принципе. Сегодня? Нет. Это очень просто понять. Ни продать, ни купить. Вы продаете, все продаются, все покупают. Есть у тебя номер ИНН, нету, тогда этого не будет. Почему? Вот как в Америке сейчас есть. Ты посадил 12 кустов помидоров, 13 ты не посадишь, тебе не разрешается. Только для тебя, соседу дать не можешь. Ну, как это было, вот когда голодомор устраивали-то. Это будет совсем-совсем по-другому. То есть, правильно считать, что, то есть, когда вот тот момент наступает, когда без этих документов, без этих надписей, ты не можешь уже ни купить, ни продать, вот здесь уже начинается... Это все уже кончилось. Это уже прямо они ставят, или она видимая, или невидимая, может на костной ткани отобразиться. Вот еще, допустим, мы подружились. Мы друзья. А вы говорите, а у меня, наверное, знаете, я перед этим с вами поприветствовался, поцеловался, и буду прощаться, поприветствую, поцелуюсь. То есть, для меня вы остались тот же самый брат. Это не печать. Это не печать, что ли? Вот и все. Но никому я не рекомендую ее принимать. Если можно, упрись до конца, ну, испытай себя, на что ты способен. Иначе от отступления компромисс может зависеть от того, что и печать будешь оправдывать. Ну, понимаем, одинаково. Почему? Один дух. Да. А дух, это дух Господень. Это вера. Где дух Господень, там свободу. Вот попы почему не могут это делать? Меня спрашивают. Я говорю, вы рабы. Рабы чужого мнения, рабы епископа. Вы не даете духу Божию действовать. А вы, а что епископ скажет? А дух Божий ни с кем не советуется. Я ни разу, нигде в ответах от 4124 вопроса, которые отвечены на сайте и в книгах, я ни с кем не советовался. Ни с кем. Единственное, что я советую с Библией и со своей совестью на молитве. И 10 лет, как вышли книги, и пока ни одного возражения, ну, ропот идет где-то, а адрес каждой книги, первая, вторая, последняя, ни одного ответа. У них ничего нет. Но попы все-таки получают. Но ведь можно ли, правильно ли обобщать попов? Ведь попы же разные, есть попы, которые и... Правильно, правильно. Ну, пока на пути у нас встречается, ну, скажем так, 55 гонителей, и один нас поприветствовал. Так что процент совсем небольшой. А Ян Затаус говорит, из священства большая часть погибает. Больше. То есть, вот пять человек за столом, священники за столом, трое будут в аду. А Серафим три дня, три ночи поднимает руки и молится. Это настольная книга священнослужителя, третья, третий том, 501 страница. И Бог ему ответил, не пощежуй, не помилуй, как будто ни одного в России не спасается. Так что... А можно тогда вам порекомендовать заехать в Байкальск к отцу Владиславу? Конечно. Я вот порекомендую вам, можно? А где? В Байкальске, там... А, в Викторе объяснит. В Байкальске это за Слюдянкой. Где? За Слюдянкой. За Слюдянкой, да? Нет, Слюдянка это в одну сторону, Слюдянка в другую. Ну, дорогу мы не можем поехать, у нас график. Нет, все-таки стоит вас ездить. Сколько от Слюдянки, сколько к ним ехать? Нет, а от Иркутска до туда где-то километров, наверное, 170-180. Так, ну просто для одного человека мы не поедем. Я тоже, что это батюшка, который антиглобалист тоже. Он антиглобалист. Вы его дайте на форум затей, на сайт. Я так весь, я ничего нового сказать не могу. Я высказался полностью. На форум у меня 1300 тем. Тем, ты понимаешь, какой тем? И, наверное, отдельная тема. Там столько роликов, выступают какие люди. Какие святые, что говорили. 1300 тем, там оборонобритие о семье, о птицах, о зверях. И все это роликами, оформлено фильмами. Я просто знаю, что, грубо говоря, в этой округе, да, это единственная батюшка, я не говорю про отца Василия, который выступает против, вот, ямно выступает против... Так, сколько времени-то? Я тоже побегу тогда уже. Давай сейчас такси вызовем. Мы говорили за один. Итак, давайте, давайте помолимся, мы уходим. Нам очень рада уходить. Простите. Давай такси вызовем. А? Такси вызовем. Ну, коротко, просто поблагодарим, чтобы отпустить гости. И вы идете домой. Да, да. Простите, пожалуйста. Боже, милостив, будем не грешен. Создал мне, Господи, помилуй меня. Мечеславец и грешил, Господи, прости меня грешно и помилуй. Отец Небесный, благодарим Тебя за эту возможность находиться в этом доме. Благослови Его и живущих здесь. Да будет благословена эта беседа. Распусти нас с миром. Научи нас всегда искать воли Твоей, исполнение ее. Мы так нуждаемся. Посети страдающих за слово Твое в тюрьмах, томящихся Константина, Александра, Людмилу, неведомых страдарцев по всему лицу земли. Приготовь нас к великим испытаниям, грядущим на эту землю. Александр Невский, моли Бога о нас. Тебе, Господи, хвала, слава, счастье, поклонение за все Твои милости. Аминь. Во славу Господу. Спасибо, Господи.